проект культурный альянс он как бы уже три года звучит но только сейчас можно даже сказать вот сегодня готов себя предъявить в полном масштабе дело в том что сложилось несколько ситуаций ситуация первая значит после развала страны вообще после перестройки коммуникации между городами а значит между культурными составляющих городов были полностью разрушены фактически любой творческий человек если он хотел какого-то роста какой-то карьеры он должен был переехать в москву и вот это вот стягивание как бы творческих сил в город она с одной стороны не не сильно улучшала московскую ситуацию но сильно обедняла ситуацию в регионах в городах таких миллион это была одна тенденция вторая проблема она связана уже с художественным рынком дело в том что тот художественный рынок который в 90-е годы годы был запущен в том числе мной он пришел к своему кризису он строился на том что так как нет среднего класса то он ориентировался только на небольшое количество крупных коллекционеров олигархов да то что у нас называется вот то есть на очень богатых людей и таким образом он рос так получилось что по разным обстоятельствам ну больше трех четвертых этих людей уехала из страны а новые богатые они больше связаны с чиновничеством с бюрократией и и они скорее не склонны демонстрировать свое благосостояние да поэтому вот этот рынок который был ориентирован да то есть а это там внутри замечательные художники но очень дорогие да значит этот рынок в общем то ну дошел до какого-то своего предела все жалуются на кризис значит ничего не продается в то же время появился все-таки новый класс да то есть вот этот средний класс достаточно широкий и он искренне интересующийся искусством но они не могут начинать коллекционировать с работ который стоит там 50 тысяч евро да вот представьте себе допустим вы там вполне себе обеспеченный человек ну начиная коллекционировать вы хотели бы естественно какие-то более резонные цены вот и существует третья проблема которая заключается в том что наши города города-миллионники начали терять молодежь то есть и начала задумываться о том как бы сделать жизнь в этих городах более интересной активной чтобы их удерживать потому что из трех человек которые уезжают из родного города по вопросам двое выезжают за более интересной жизнью и только один за реализацией какой-то своей карьеры и вот эти три составляющие они привели к тому что наш проект сегодня ну как мне кажется один из самых масштабных самых успешных проектов которые реализуются но в россии то есть культурный альянс сегодня уже объединяет 17 городов значит это города которые подписали соглашение об обменных бюджетах то есть каждый из этих городов ставит перед собой задачу организации насыщенной культурной жизни но ее сделать с помощью собственных творцов насыщены невозможно в то же время там как лондон просто покупать все или как даже москва таких денег нет поэтому города договорились о том что они создают обменные выставки то есть и тогда получается действительно бурная жизнь в каждом городе ты видишь все время что-то новое новые выставки новые какие-то концерты что это как бы первое второе мы делаем здесь вот на винзаводе каждый месяц выставку лучших художников какого-то города и при том что это художники ну очень высокого уровня не хуже чем те художники которых здесь уже хорошо знают просто менее известны и связи с тем что менее известны и они гораздо как бы дешевле стоят их работы и таким образом может быть иногда на порядок вот таким образом мы надеемся что вот этот новый средний класс который интересуется искусством теперь для него это будет вполне посредством начинать коллекционировать мы хотим перезапустить вот эту культурную машину которая работает в москве вот ну и параллельно резко увеличить ее размер потому что если сегодня российская художная сцена это почти то же самое что московская художная сцена точнее не сегодня до до появления культурного альянса то сейчас мы можем говорить уже об отдельных ситуациях то перми в краснодаре в ижевске в москве в санкт-петербурге вот то есть мы хотим сшить сшить страну заново таким девизом является у нас искусство против географии то есть география большая и третий элемент культурного альянса это сеть которую мы создаем совместно с супом с life journal то есть это специализированная сеть для людей культуры для институций в области культуры для тех людей которые любят искусство вот эта сеть она как бы должна объединить в себе с одной стороны капотка википедия для людей искусства то что википедия очень удобно но только для текстов мы создаем то же самое википедию но уже для которой можно будет картинки видео музычку ставить второе это будет такая афиша общероссийская фиша в этой сети можно будет сразу посмотреть что какие выставки сегодня можно посмотреть в этом-то городе в любом городе то есть это очень удобный сервис для того чтобы художником музыкантам продвигать свои события любителям искусства получать информацию и третье это будет профессиональная социальная сеть в которой будет происходить в том числе и какой-нибудь как деловой разговор какие-то проявляться какие-то инициативы вот то есть вот значит и эта сеть тоже называется культурный альянс то есть вот мы объединяем вот этих три элемента то есть соглашение между городами такое демонстрация лучшего и включение превращение московской художественной сцены в общероссийскую и третье это создание вот такой культурной сети ну значит как бы амбиции очень большие проект очень тяжелый но я очень рассчитываю что ну вот за два года удастся реализовать этот проект и и он изменит ситуацию в художественной жизни нашей страны удастся реализовать этот проект и 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